Андрей Басадский, он выполняет сегодня роль заведующего отделением, или я не знаю, как называется, структура интервенционной кардиологии в этой новой клинике. Это большая честь, с одной стороны, и большая проблема, которую надо будет как-то решать. Это не проблема, это ответственность для меня или для Одрекса проблема? Хороший ответ. Для Одрекса, думаю, проблем не будет, им повезло, с моей точки зрения, что у них появился сразу готовый опытный специалист, который вот это все должен поднимать и развивать. Спасибо большое. Я в свою очередь хочу тоже вас поблагодарить, поблагодарить всех спикеров за то, что приехали к нам. Вы это те люди, которые формируют мнение в нашей отрасли, в нашей специальности. Это для нас очень важно. Спасибо вам. Роли места дополнительных методов исследований. Да, я пока начну. У нас еще и со слайдами техническая заминка. В общем-то, что меня заставило задуматься о этом докладе? Дело в том, что мне всю жизнь повезло работать с хорошими кардиологами, которые грамотные, которые очень адекватные, которые задавали много вопросов. И всегда это… А что, с чем проблема? В речь будет идти о таких методах исследования, как FFR, исследование функционального резерва, IOS, OCT. Если говорить о коронарографии, какие недостатки у данного метода? Ну, во-первых, интерпретация результата очень субъективна. Она не стандартизована, она основывается на личном мнении оперирующего хирурга. Для меня до сих пор, допустим, после стольких лет работ, сложно сказать, это 70% или 75% сужения. Ну, правильно? Формально да. А есть ли разница? По сути, да, в подходах есть. А потом следующий тогда вопрос. Да, нужно ли его стентировать или нет? Потом второй вопрос, что если у нас так система выстроена таким образом, что доход, ну, или вознаграждение, или, как это сказать правильно, мягкая хирурга, зависит от количества поставленных стентов напрямую, то тут вероятность ошибки несколько возрастает. Одна... Неплохо. Ну, это правда так, да. Я ещё раз говорю, я почему начал с кардиолога, потому что мне всегда повезло, и мне всегда был человек, который задавал вопросы, зачем ты это делаешь. Мне это приходилось обосновать не только для себя внутренне, с собой внутри договориться, да, но мне нужно было всегда договориться с кардиологом. Мне это было действительно нас серьёзно мотивировать. Это очень важно. Ещё один из недостатков, то, что мы видим на коронарографии, это всё-таки двухмерная картинка, значительно упрощённая. Есть такое мнение, я сомневался, но есть мнение, что мы видим глазом на коронарографии всего 2% сосудистого русла. Нам тяжело по коронарографии, как правило, судить о степени коллатерального кровотока, о наличии живого миокарда, о его массе. И в итоге получается, что в этой задаче на входе столько параметров, что на выходе мы можем получить совсем не то, что мы предполагаем. Это те исследования, на которые я буду в дальнейшем ссылаться. Есть достаточно большое количество исследований, которые оценивали значимость измерения функционального резерва по связи с исходами, с результатами операции. Что выяснилось? А выяснилось то, что более 35% стенозов, оцениваемых как незначимых глазом визуально, вызывают значительный дефицит кровотока по коронарным артериям. И около 20% стенозов, которые оцениваются как критические, которые при отсутствии ФФР мы бы относили в группу для оперативного лечения, то они оказываются незначимы по данным ФФР. То есть если так посмотреть, то получается, что мы в 50% случаев оперируем тех, кого не нужно было оперировать, или может быть наоборот нужно было, но мы этого не делали. Но вот если вы представите это графически, то это выглядит так. То в первой колонке все точки должны были быть выше, чем 0,8, а во второй колонке все ниже. И тогда мы бы с полной уверенностью говорили, да, мы делаем то, что мы должны делать, мы оперируем тех, кого мы должны оперировать. Почему это так важно? Ну потому что как бы ни были низкие риски осложнений после оперативного лечения, они есть. И они, к сожалению, без тенденции к заметному снижению, я имею в виду тромбозы в стентах, я имею в виду повторную ревоскалиризацию, инфаркт миокарда. Как это выглядит на практике? Вот просто один пример. Визуально это кажется значимым стенозом. Если бы мне показали эту коронарографию, я бы сказал, однозначно надо стентировать. Но получается, что нет. И следующий стеноз. Тут тоже были бы вопросы, надо ли этого пациента оперировать. Оказывается, надо. То есть не все так однозначно. И это важно. И вот результаты этих исследований привели к тому, что после оценки этих исследований выяснилось, что только 30% стенозов, которые оцениваны как критически, не стентированы. И, ну, то есть эти пациенты не нуждались в оперативном лечении, на самом деле. И их лучше было бы лечить консервативно, с таким же успехом, а то и с лучшим. И если взять это все в целом, суммировать, то так называемая ФФР, обоснованная тактика лечения, приводит к снижению на 28% неблагоприятных кардиальных событий. Абсолютные цифры-то не такие большие, потому что там разница идет 1-2%, но, тем не менее, это значимо. И особенно значимо для пациентов, которые подверглись, условно говоря, ненужному оперативному вмешательству. Это результаты этого исследования, разбитые по таким подкатегориям, но в целом выводы такие, что неблагоприятные кардиальные события значительно снижаются при ФФР, обоснованной тактике лечения таких пациентов. Это результаты, отдаленные результаты, они тоже подтверждают то, что было сказано дальше. Более того, это получается то, о чем я говорю, как бы уменьшает мою востребованность, уменьшает объем работы, которую я теоретически могу сделать. Но это правда. И также при оценке пациентов с трехсосудистым поражением оказалось, что не все, только 14% из анатомических трехсосудистых поражений пациентов оказались функционально трехсосудистые. А в данном случае речь идет уже не просто о стентировании, а о направлении пациента на ортокоронарное шунтирование. На мой взгляд, это тоже существенная такая погрешность, которую можно изменять. И если подсчитывать синтакс скор, то есть реально в жизни ситуация, мы подсчитываем синтакс скор, определяем пациенту, что да, ему действительно показано ортокоронарное шунтирование, но на основании ФФР данных исследований, то не факт, что этот пациент попадет в эту группу. И в очень большом количестве процентов он не попадает в эту группу. Синтакс скор снижается, соответственно, изменяется тактика. А здесь уже кардинально тактика меняется. Если все-таки они попадают на ортокоронарное шунтирование, то достоверно известно, что количество шунтов у таких пациентов снижается. То есть это очень значимое исследование. И то, о чем я говорил, с одной стороны, я говорю о том, что количество операций должно снижаться. Объективно так оно и есть. Проведен анализ и тоже с ростом количества использования ФФР, с увеличением количества ФФР обоснованных операций, уменьшается количество операций в целом. И так оно и есть. Действительно, мои личные ощущения и данные статистики говорят о том, что за границей в Европе снижается количество плановых стентирований по отношению, допустим, к ургентам. Это, конечно, не единственный фактор, но в том числе и это влияет на общее уменьшение количества плановых стентирований. Какие же лимитирующие факторы, какие сложности при использовании этой процедуры? На мой взгляд, стоит уделять внимание, может быть, только повышению стоимости процедуры, потому что специалисты скажут, что навряд ли это критично увеличивать длительность процедуры или какие-то составляя технические сложности выполнить ФФР. Ведь правда, навряд ли это так сложно. Повышение стоимости, тут тоже с какой стороны смотреть, если брать те 30% пациентов, которые не прооперированы, то для них это наверняка выгодно, а не удорожает процедуру, наоборот. И с точки зрения, если возмещение потом этих лечений, с точки зрения того, кто за это платит, то в конечном итоге это на самом деле получается более выгодно. И таким образом, процедура, на мой взгляд, не имеет таких больших сложностей, не имеет таких больших противоказаний, каких-то ограничений. Второй вопрос, на который каждый хирург перед вмешательством, перед любой операцией должен ответить, будет ли она оптимальна. Для того, чтобы ответить адекватно на этот вопрос, нам надо вообще понимать длину бляшки, структуру бляшки атеросклеротической, диаметр референтного сосуда, процент стеноза – это то, как раз, что я говорю, что ограничено на данных только на основании только коронарографии. После операции, конечно, есть большая необходимость, конечный просвет узнать раскрытие стенда, малопозиция, диссекция, есть ли там протрузия этого стенда. Но на самом деле все же оперируют без аевуса, и, в общем, неплохие результаты имеют. Более того, есть такая закономерность, что чем хуже техника, тем меньше осложнений, меньше сложностей, меньше видно просто. И кажется, что оно все хорошо. Кровоток либо есть, либо его нет. С повышением точности, с повышением разрешающей способности аппаратуры мы уже начинаем понимать, что во многом все выглядит не совсем так, как мы себе это представляем. Если говорить об аевусе, это данные опроса. Это данные опроса тех людей, которые используют аевус. Для чего он вообще нужен, для чего его нужно использовать и в каких целях его используют. Основная масса людей опрошенных сказали, что они его используют для оптимизации результата. То есть это проверка, контроль после имплантации стенда. Почти столько же, очень большое количество для планирования стратегии операции. Это тоже очень важно понимать, потому что от этого может измениться тактика операции. Это исследования, которые были. Достаточно много исследований, небольшие, включено порядка 15 тысяч пациентов. И что мы в итоге имеем? А что в 74% случаев при использовании аевуса тактика изменилась. То есть здесь уже даже не 30%, это 2 трети пациентов мы бы оперировали по-другому, если бы мы использовали аевус. Что значит по-другому оперировали? Во-первых, размер стенда. Действительно очень тяжело на глаз, и не всегда это удается точно определить размер стенда. Давление, под которым мы раздуваем либо стенд, либо делаем пост-дилатацию. Изменения в тактику вносят наличие или отсутствие неполного раскрытия стенда, а мало позиций. В большом проценте случаев была необходимость в добавочном стенде, которого бы мы не делали, если бы не видели это на УЗИ. Вот даже меня это немножко поразило, потому что я подозревал, что это изменяет тактику, но не настолько сильно. Вот лимитирующие факторы, которые используют аевуса. Это просто, которые лимитируют использование аевуса. Это просто я скопировал тот же слайд. Здесь те же самые причины. Единственное, что здесь, да, действительно здесь значительно повышает стоимость процедура, и действительно, вот это уже действительно критично. Я тоже не думаю, что это большие технические сложности или очень сильно усложняют процедуру, тем более, если речь идет и так без того сложности стентирования, потому что это не требует принятия такого решения. Этот слайд – это тоже данные опроса, проведенные среди хирургов, которые используют этот метод исследования в Европе. Действительно, даже для Европы это дорого. Это на первом месте стоит среди ограничивающих факторов, это высокая стоимость. Больше половины респондентов ответили, что они бы его использовали чаще, если бы он стоил дешевле. Ну, насколько чаще? Это тоже данные исследования. Какой же процент все-таки хирургов, эндоваскулярных хирургов используют аевус? Ну, как на мой взгляд, теоретически, что где-то около 15% случаев, наверное, в нем бы и нужна была, была в нем необходимость. Ну, вот в Европе больше 50% используют аевус в ходе операции, более чем в 15% случаев. Последняя колонка – это не опечатка, я специально написал в Японии, потому что в Японии очень много, практически 100% хирургов, рутинно, ежедневно используют аевус в своей работе. Ну, может, поэтому, я не знаю, как каль... А? Ну, Япония вообще особая страна, да, оплачивает страховка. Ну, и, кстати, после этого, ну, такой вопрос тоже к коллегам. Кто-то слышал о японских кардиохирургов что-нибудь? О японских инвазивных кардиологах все слышали достаточно много. Это очень прогрессивное направление, прогрессивные люди. Ну, я ни разу не встречал никаких историй. Там религия с религиозной проблемой, они не любят, так сказать, проникновение в полости. То есть, чем меньше дырочка, тем лучше... Опять же, видите, как это влияет на тактику? Если мы настроены ментально, или пациент настроен на более сложные вмешательства, на более какие-то серьезные вмешательства, то все-таки применение аевуса становится необходимым. Что это значит? Надо ли нам всем использовать АИУС-ФФР? Нет, конечно, не стоит. По поводу ФФР, если у вас единичное поражение, то есть однососудистое поражение, это подтверждается данными каких-то либо стресс-тестов, либо просто задокументированной ишемии в зоне кровоснабжения, тогда да, не требуется применение ФФР, чтобы это доказать себе. Ну, не требуется в экстренных ситуациях, в ургентных ситуациях. Но во всех остальных случаях, я думаю, что когда есть сомнения, есть расхождение между клиническими данными, у нас зачастую даже может рентгенхирург не знать клинических данных, а оперировать на основании картинки. Если у кардиолога сомнения вообще, есть ли там ишемия, есть ли она в этой зоне или нет, тогда, конечно, это нужно делать. И что касается Айвуса, то, на мой взгляд, тут выпал слайд, по всей видимости, о том, когда же вы чаще всего применяют. Применяют при длинных поражениях, больших, сложных, при кальцинированных бляшках, при непонятной анатомии, стволы. Вот тут я бы хотел остановиться чуть более так, потому что мое личное мнение, это не прописано сейчас в рекомендациях, там степень рекомендации такая, можно делать, можно нет, но, на мой взгляд, лично субъективная, можно это обсудить, что на сегодняшний момент оперировать ствол без Айвуса вообще нежелательно. Нельзя этого делать в плановых ситуациях. Почему? Потому что там как нигде больше вероятность ошибки с диаметром стентов, и там как нигде больше нужна контроль качества этого стента, потому что тут ошибки действительно фатальные, и плюс к этому есть хорошая опция ортокоронарного шунтирования, которую прекрасно люди делают, и с хорошими результатами. Если вы уже планируете оперировать стволы, то, мне кажется, это необходимо, это нужно делать. Плюс сложные бифуркационные стентирования. Какие выводы всего этого можно сделать? Что все-таки нужно не быть, как я где-то слышал, сантехником, то есть мы не должны получить в конце идеальную картинку, круглую трубу и чистый просвет. Нет. Все-таки я сторонник того, что ревоскулиризация должна быть физиологическая, и она предпочтительнее, чем анатомическая, то есть нужно учитывать много факторов. И при принятии решения нужно взвешенную, всестороннюю проводить интерпретацию ангиографии, зачастую с участием кардиолога, это тоже важно. И не стоит полагаться в принятии решения, только на один какой-то метод. Нет идеальных решений, нет идеальных методов. Ну и последнее, как говорит мой отец, дешевая рыбка, поганая юшка. То чтобы все-таки делать хорошие, серьезные операции с хорошим результатом, высокотехнологичные, нужны высокие технологии, нужны соответствующие инструменты. Спасибо за внимание. Пока готовятся вопросы, я один задам сразу. Вот почему вы все время о вайбусе говорите, ультразвук, а не оптическая когерентная томография? Да, да, я сознаю. Это принципиально сознательно? Нет, нет. На самом деле практически перекрываются эти показания, противопоказания, ценность метода. У них есть свои преимущества, свои недостатки, но в целом концепция выглядит примерно так же. Единственное, что у сети еще дороже, еще более тяжело доступно, еще более накладно, поэтому я его и не упоминал, да, из этих соображений. Ясно. Может, есть вопросы какие-то? Что? А, у вас, ну, Айвус будет в отрасли, мы это уже поняли. Ну, так, ну, правильно все понимаете. Айвус и ФФР у вас уже точно будет, понятно. А у сети пока нет, поэтому он еще дорогой. Но, в принципе, в следующем году на второй конференции мы услышим ваши уже идеи по у сети. Ну, это же, видите, я уже поставил доклад в виде дискуссии, если вы не согласны, пожалуйста, скажите. Нет, ну вот у сети действительно более информативная. Во-первых, разрешающая возможность методики, ну, там, плюс-минус, там, в зависимости от производителя, в 13 раз более высокая. Позволяет делать гистологию прижизненную, гистологические исследования. Айвус, он глубже, он может больше, дальше видеть, да? Но эта структура, мы все-таки доверяем глазу, а не интерпретации вот картинки ультразвука. А там практически мы видим, как лампочка внутри сосуда просвечивает насквозь. Много деталей. Я вообще считаю, что вот эти технологии, я абсолютно согласен, что они необходимы. Но тут библейский признак, такой принцип, знания умножают печаль. Чем вы больше знаете, чем больше этой печали возникает. Во-первых, деньги, они тратятся. Во-вторых, вам надо что-то делать, если вы что-то нашли, например, диссекцию. Да, да, да. Работа однозначно это прибавляет на самом деле. А диссекции заживают и так. Но раньше вы ее не видели. А вы уйдете домой после работы, и зная, что у вас есть диссекция? Нет, не уйдете. Да, ну вот так вот умножают они печаль. Еще один вариант разорвать порочный круг между количеством имплантированных стентов и мотивацией. У вас откровенное выступление сегодня было. Может, одно из самых откровенных по поводу количества стентов, по поводу связи количества стентов. Ну это же правда. Знаете, я вам расскажу. Пока вопросы есть? Ага, ну хорошо. Андрей Владимирович, а планируете ли вы использовать дополнительную визуализацию КТ сердца для принятия решения в каких-то сложных ситуациях МРТ, для именно определения анатомии коронарной? Да, хотелось бы, особенно в сложных случаях у пациентов, перенесших аорта коронарное шунтирование. Еще более того, хотелось бы и ПЭД использовать для определения жизнеспособного миокарда. Опять же, мы очень много делаем операций, не понимая, куда мы восстанавливаем этот кровоток, и нужно ли это в принципе делать, есть ли там живая ткань, какое количество, насколько в этом необходимость. То есть да, при углублении вопросов будет, да, еще больше возникать, и может работы и прибавятся, а может наоборот и убавятся, Максим Евгеньевич. А вы знаете, вот например, ну ФФР, вы уже затронули эту тему. Ну ФФР, мы можем исключать больных, ну скажем, делать их проще, да, этих больных упрощать. Скорее проще, да, скорее упрощать, чем усложнять, а и вот наоборот. Ну, простого больного сложно упростить, ну так простой. Вот мы средние сложности упрощаем, но ведь мы упрощаем и сложных, которые становятся средние сложности. То есть этот сдвиг происходит, количество больных, количество стентов в сумме, оно не будет меняться. Мы просто делаем, ну как, мы оптимизируем, мы делаем все правильно, как вы сказали. Мы делаем все правильно. Это редкая удача, когда человек делает все правильно. Я все время сомневаюсь. Вот, ну та дискуссия, которую я тогда не стал развивать, ну а как тогда делать вот этих пациентов после инфаркта, то есть на глаз, да, получается? Получается, мы 30% делаем операции. Да, вы правы. Ну, с другой стороны, медицина многое что на глаз делает, несмотря на рекомендации. Это не автомобильный цех. Вот гайку мы закрутили и все. Каждый раз вы делаете, вот, например, сегодня был яркий пример, блин, токлопедагрель, сделали все хорошо, и вдруг инсульт, что делать? То есть многие вещи мы делаем все равно. Ну, в этом наша специальность и прекрасна, что всегда есть поле для маневра. Да, конечно. Спасибо. Есть. Спасибо. 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 Спасибо.